101 PR в эфире. Меня зовут Дарья Тангел и у меня в гостях сегодня Анна Сотникова. Анна маркетолог отеля 4Elements Kirov. Кстати, из интересного, в 4Elements Kirov выиграли конкурсы видеопрезентации бизнес-отелей и видеобрендирования средств размещения. А сама Анна представляла Кировскую область в конкурсе «Мастера гостеприимства». Давайте начнем сегодня с Анной. Мы будем говорить о программах лояльности и как сделать так, чтобы клиент вернулся. Анна, давайте начнем с самых основ. Зачем возвращать клиента и что главное дешевле – вернуть старого или привлечь нового? Вопрос, я бы сказала, риторический. Почему? Потому что, как правило, процентов 70-80 вашей выручки приносят те клиенты, которые ходят к вам постоянно, которые не меняются, может быть, 200 человек постоянных клиентов. И вы на них, на их привлечение, удержание тратите намного больше денег, чем на новых клиентов, на новых покупателей в нашем случае. В сфере гостеприимства мы никогда не называем их клиенты, мы называем их гостями. Соответственно, мы тратим больший кусок, жирный кусок бюджета рекламного на привлечение людей, которые могут не остаться с нами. И, естественно, в таком случае выгоднее удержать выстроить какие-то долгосрочные отношения со своим постоянным клиентом, гостем и уже дальше, грубо говоря, их эксплуатировать на пользу вам обоим. Это не столько продажи, сколько сотрудничества в случае с участием в программе лояльности, как мы уже упоминали нашу тему. Получается, что вообще я бы вопрос даже немножко по-другому поставила. Не вернуть, а удержать идеально, да, и не старого, а постоянного клиента, потому что это то, к чему любой бизнес должен стремиться. Это стабильность, стабильность выручки, да, прогнозируемость очень четкая. И для этого клиенты, конечно, должны быть постоянными. Ты должен знать примерно, сколько раз человек выйдет к тебе в магазин, закупается на какую сумму и сколько раз в месяц это происходит, да. То есть вот как-то так. Ну да, я согласна, что с постоянными клиентами или там гостями, да, 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 а постоянными проще планировать дальнейшие, там, предположим, выручки, да, и доходы, потому что они стабильно приносят их. А, и все же, вот, насколько сохранить постоянного клиента дешевле, чем привлечь, ну, вот в вашем случае, например. Если не косячить, намного дешевле, на самом деле. Намного дешевле. За исключением каких-то особых эпик фейлов, каких-то ужасных действительных ситуаций, когда гость, клиент ушел в явно выраженном негативе, да, так, конечно, тогда это будет очень дорого, и не всегда это нужно возвращать такого человека, просто оставьте его в его ситуации, да, пережитой вами вместе, с не очень приятными воспоминаниями, может быть, да, как-то постараться сгладить ситуацию, но возвращать его, возможно, и не стоит. Да, на самом деле, тут еще такой вопрос, рынок диктует, и рынок сейчас очень насыщен компаниями, которые вкладывают огромные рекламные бюджеты. Стоимость привлечения нового клиента растет в любой нише, это абсолютно точно. Недвижимость, да, так как я тоже какое-то время была плотно связана с агентством недвижимости, могу сказать, что просто доходит до диких ситуаций, когда в контекстной рекламе клик в поисковике по запросу ипотека Киров, он доходил до 500 рублей. Рынок перегрет, и привлечь кого-то из поисковика с таким бюджетом небольшим, когда на рынке играют агрегаторы типа Циана, например, да, или Авито недвижимость, это просто невозможно и не нужно чаще всего. Ну, в недвижимости там есть особенность одна, то есть вернуть клиента довольно сложно, и сделать его постоянным практически нереально, да, мне кажется, потому что люди там недвижимость меняют, ну, среднестатистически, то есть, да, есть какой-то премиум-сегмент, который там покупил квартиру маме, папе, бабушке, дедушке, там детям по 10 квартир накупили, они могут быть постоянными и обращаться именно в одно агентство недвижимости, но в основном-то все-таки там люди покупают одну квартиру на всю жизнь, ну, две. Ну, вот на самом деле удивитесь, сколько бабушкиных квартир, да, проходит через руки одного агента среднестатистически. Я бы сказала, что люди здесь привязываются, это совершенно нормальная западная практика, да, не столько к агентству, сколько к риелтору. Почему и происходит догонка своеобразная, почему агентство старается предложить какие-то более выгодные условия риелторам, и это нормально абсолютно, стоимость привлечения клиента, конечно, нового в таком бизнесе, она высока, и это оправданно, если учесть чек, да, и количество сделок, которые будут небольшим, и время, которое пройдет до первой сделки, это 3-5 месяцев, ну, это как бы… Давайте вернемся к лояльности, да, к покупателям. Вот я хотела этот вопрос вообще в самом конце практически задать, но мы уже раз об этом заговорили, вот если клиент ушел и не вернулся, вот как его вернуть, что с этим можно сделать? Как уже упомянула, да, в первую очередь нужно, мне кажется, оценить свои возможности, вообще ситуацию трезво, стоит ли его возвращать. То есть у мифа, по-моему, отличность книга и не одна по возвращению клиентов. Мне очень нравится издательство, и книга была замечательная, но самый главный вопрос, он остается за скобочками, стоит ли возвращать клиента, если, например, косяк был ваш. И существенный там какой-то, да? Косяк был существенный, негатив очень сильный и большой, и просто нужно подумать, нужно ли, то есть некоторые люди, они могут очень негативно на это отреагировать, ты можешь нанести им такой ущерб, который никогда не возместишь, никакими плюшками и так далее. То есть у нас в сфере гостеприимства работа с гостями, она ведется всегда очень тщательно, прорабатываются все отзывы, все маломальские какие-то негативные замечания, любые замечания, да, потому что здесь, почему я, за что я ее и люблю, философия одна, гость должен уйти довольный, он должен уйти довольный, потому что так правильно, так заведено, иначе просто быть не может, соответственно, при наличии любых малейших замечаний, либо у него просто было плохое настроение, и это от тебя не зависело, ты должен как-то ему возместить, да, то есть мы действительно располагаем возможностями ему подарить, что-то предоставить в качестве комплимента, да, мы можем ему дать выехать из номера позже, это будет бесплатно совершенно, либо что-то еще, здесь очень тонко нужно, конечно, чувствовать, да, что с человеком сделать, как поработать, понять вообще, зависит ли от тебя его настроение, можно ли как-то это нивелировать, да, что касается тех, кого, ладно, допустим, ситуация была не ужасная, это был не сильный косяк, который невозможно перекрыть, да, чем-то хорошим с вашей стороны, но нужно вообще считать, конечно, нужно ли возвращать человека с точки выгодности, как бы это ни звучало, есть клиенты, которые приносят крайне мало денег, а затраты на его удержание или возвращение будут велики, они будут неоправданно велики, зачем? Здесь нужно трезво оценить, посмотреть историю взаимоотношений, конечно, его с компанией, с магазином и так далее, это не так сложно, что у всех есть ЦРМ-ки, и все это все равно смотрят и видят. Плюсом может быть очень неприятная ситуация с двойным фейлом, например, вы уже его упускали, уже вернули, и подумайте, надо ли человеку давать еще один шанс чтобы еще раз облажаться с ним, да, и стоит ли, ну, такое себе. И, соответственно, здесь вообще очень, как бы, что я люблю, я люблю принцип Паретта, потому что это идеально, это описывается вообще ситуацию в любой из компаний, где я работала. До этого я работала больше всего, дольше всего, это были бутики мужской одежды, соответственно, клиент был достаточно капризный, грубо говоря, да, к нему требовался особый подход. Это примерно категория людей, вот их 200 штук по городу, по Кирову, и они закупаются примерно в одних и тех же магазинах. Как сделать так, чтобы он купил сегодня костюм у тебя, а не у другого? Ну, это интересная, да, задача, и всегда такой челлендж. Соответственно, были люди, которые совершали разовые покупки, их было процентов, ну, 70-80, действительно, да, но 20% постоянщиков приносили нам всю выручку практически, то есть 80 на 20, да, это работает. Это работало везде, где бы я ни была, и, ну, надо понять, надо отсеять, посмотреть людей, да, по истории взаимоотношений с компаниями, и если у него чек был небольшой, а затраты на его возвращение будут вообще моральные, да, а финансы большими, ну, наверное, оно того не стоит, однозначно. Вот я еще хотела добавить по поводу лояльности клиента, если расстались плохо, да, вот обычно, то есть вот он ушел в минус, да, грубо говоря, вот получил клиент негативный опыт, он ушел там в минус. Для того, чтобы его вернуть в базовую нейтральную позицию, достаточно просто вернуть, как было, да, то есть как бы возместить то, что он потерял, грубо говоря, но он остается в нейтралитете. Ему лучше от этого не стало, ему приятнее с вами работать. Может быть, он не напишет злой отзыв в гугле, ну, так вот, если вам повезет. Да, достаточно лишь для того, чтобы он вышел в плюс, достаточно просто что-то сделать больше, чем он ожидает от вас, больше, чем, то есть, ну, грубо говоря, давайте вот на самом там банальном, простом примере. Человек, ну, предположим, он заказал пиццу, пицца пришла плохая, помятая, ему должны не только пиццу бесплатно вот эту же возместить, да, ему еще должны дать сертификат еще на 10 бесплатных пицц, и этот человек, он будет просто счастлив, он будет счастлив, он расскажет столько всего об этой компании, что они такие молодцы, хотя он был абсолютно на негативе, да, и компания за счет, в лице вот этого человека получает вот то самое сарафанное радио. Адвокат бренда, как мы говорим, человек, который будет за вас рвать курсы. Он будет всю жизнь это вспоминать. Я на самом деле вот в своей практике, да, то есть так как я тоже там длительное время занималась и продажами, и маркетингом, да, я знаю то, что вот любая негативная ситуация, ее можно настолько в преимущество компании вывести, что это просто уму непостижимо. Например, вы накосячили перед клиентом, да, можно загладить вину, можно показать то, что вам не все равно, можно отправить девочку, которая искренне извинится, она извинится перед клиентом. И поверьте мне, часто бывает такое, это я уже нашим слушателям говорю, часто бывает такое, что вот этого не просто достаточно, это является поводом для работы дальше и работы долгой, длительной и продуктивной, хотя все было на негативе. Единственное, опять, я как адвокат не бренда, а собственника в данном случае скажу, что надо подумать, можете ли вы себе позволить 10 пиц, потому что плюс и минус одновременно вот таких вот акций, доброты, да, и благотворительности, грубо говоря, он такой, что разносится молва очень быстро. И в следующий раз не факт, что не будет людей, то тех самых потребительских террористов, которые просто выискивают действительно недостатки. Эти люди есть, они существуют, это вполне себе такие женщины, о которых ты не подумаешь, она может быть вполне себе и мужчины. Да, мужчины тоже такие будут. Последняя, с кем я встретилась, это была женщина, соответственно. Накипела. Да, очень такая опасная ситуация для бизнеса, потому что не факт, что в следующий раз кто-то не будет прямо от тебя требовать 10 пиц, и надо посмотреть. И плюс, да. Мы логически постепенно подходим к следующему вопросу. Тема очень интересная, понятие ЛТ и ЛТВ. Как их посчитать и что они показывают? Давайте вообще как бы поговорим, что это такое. Да, ну, тут такая чистая экономика, чистая теория, как в универе в старом добром, ЛТ, лайфтайм, это, соответственно, срок жизни клиента, это время от его первого контакта с вами, первой покупки в вашем магазине, там, ваши услуги, до последней. То есть, соответственно, если сотрудничество закончилось, вот оно, да. ЛТВ, это лайфтайм-валю, здесь идет речь о количестве ведения, которое он успел вам принести за это время, показатель базовый, да. И бизнес вообще, говорят, вот цель бизнеса прибыль. Нет, цель бизнеса увеличил ТВ, на самом деле, потому что программы лояльности, они появились, в принципе, для того, чтобы ЛТВ, вот этот показатель, нарастить, увеличить всеми возможными способами, да. Так как он рассчитывается довольно, ну, самый простой вот метод, это ЛТ, да, время, которое клиент с вами проводит на среднюю величину чека, мы умножаем это все на частоту покупок, сколько раз он к вам приходит, за месяц, за год и так далее. То есть здесь ЛТВ мы можем увеличить, вообще, работая с любым из этих вводных. То есть люди обычно стараются увеличить среднюю, да, среднюю величину чека, это правильно. Некоторые стараются сделать так, чтобы он приходил чаще, да. Вот эти же, купи пять ланчей, получишь шестой, да, водовесок, сделать девять маникюров, десятый в подарок, три чашки кофе, четвертый в подарок. Вот это все, да, направлено как раз на вот это вот, да, на частоту покупок. А вот и что мы можем из этого сделать? То есть как мы можем эти показатели и понятия применить в своем бизнесе, да, каждый из наших слушателей, каждый из нас? Вот здесь, как я считаю, что от этого можно отталкиваться и принимать решение о том, какая стоимость привлечения клиента может быть. Да, абсолютно верно. Вот, понятное дело, что в зависимости от того, что вы продаете, да, или что вы производите, стоимость привлечения клиента будет меняться. Обычно она считается в размере от стоимости чека, да, там, подпозже, от среднего чека. То есть это может быть процент от первого чека, по стоимости первого чека, вообще полностью, или несколько чеков бизнеса, где показатель LTV большой, да, как вы говорите. Вот какая она должна быть? В каких бизнесах какая стоимость привлечения клиента? В вашем случае она какая? Да, стоимость привлечения клиента, вот когда бизнесмен начинает говорить про урезание маркетинговых бюджетов или эффективность рекламной кампании и так далее, мало кто на самом деле, я думаю, что считает это все дело. То есть LTV действительно связана с стоимостью привлечения клиентов, сессии, и стоимость привлечения клиентов, она должна стремиться вниз, в то время как наш LTV должен стремиться вверх, да, вот такая обратная зависимость. И это правильно, почему? Потому что нам, да, в условиях рынка, как я уже говорила, где достаточно дорого привлечь нового человека, нового клиента, нужно стараться, конечно, это все делать как можно дешевле. Если это трудно, если учесть у меня канальность, огромное количество каналов, через которые мы должны коммуницировать с клиентом, ты никогда не знаешь, сидит он в одноклассниках, или ему нравится Твиттер, или он из тех, кто там 200 человек в Кире, которые сидят в Фейсбук, им это нравится, да, это очень ценная аудитория, но очень малочисленная, соответственно, вот как-то так. Очень трудно удержаться на коне, тратить на все, да, и отслеживать одновременно какую-то эффективность. Тут, конечно, стоимость привлечения клиента, да, она должна высчитываться, это однозначно. Почему? Потому что только так узнаешь, как тратится бюджет эффективно, неэффективно. И, конечно, ну, все очень зависит от сферы, я бы сказала, вот если учесть, где я работала, где-то это мог быть, могла быть четверть чек, потому что чек был очень высокий. Это как раз мужская одежда, да, это была дорогая мужская одежда совершенно однозначно. Ну, маржинальность на ней, наверное, не самая большая была. Ради 20% экономии я закажу из Европы эту вещь напрямую, да, но чтобы не ждать, я могу переплатить там какую-то часть. Ну, вообще, это моя любимая тема, конечно, так вот чуть-чуть углублюсь. Farfetch люблю, оффлайн люблю, но вот те, как раз, кто пророчат оффлайну и особенно розницы, да, вот таким магазинам. Ну, смерть, если учесть количество агрегаторов, тех же Wildberries, La Moda, Farfetch, кого угодно, не говоря уже о брендах, вот конкретно их собственных, да, интернет-магазинах, соответственно, ну, конечно, розница вымирает медленно и верно, там как-то очень тяжело конкурировать, и, конечно, люди выбирают онлайн, но процент тех, кто предпочитает прийти пощупать, вот тех старых, старой закалки, вот, да, клиентов, он есть, пока на этой прослойке держимся. Вот эти вот рассуждения, когда люди говорят, вот, розница умрет, там все пропадет, мы будем все онлайн заказывать, мне это очень напоминает рассуждение о том, что радио умирает, да, когда зашел вот этот век цифровизации, это буквально там последние 10 лет, да, вот если уж прям серьезно говорить, и там все рекламные бюджеты пошли в интернет, все пользователи пошли в интернет, они стали все искать там, блин, это классно, но вот интернет – это своего рода место для самовыражения, во-первых, да, само собой, и, во-вторых, это такой большой справочник, то есть это место, где мы ищем и конкретную информацию, которая уже есть в нашей голове, но в эту голову-то нужно что-то заложить, правильно? Да. То же самое и с торговлей, то есть, а закладывается это в голову через традиционные СМИ, которые влияют на человека в том числе, да, а в рознице-то ведь то же самое, сказать онлайн вещь, если я не знаю, как вот эта вещь, она будет на мне сидеть, да, я могу там, например, вот там брюки… Я скажу по секрету, диджитал – это скоро побьет, точнее, уже побиваемость, онлайн-примерки – это уже реальность, то есть это не какие-то там анимешные японские, да, штучки, нет, это реальность, и совсем недавно была выпущена коллекция, которая была смоделирована целиком, да, в сети, и ничего не было отшито, как говорится, ни одна зверюшка не пострадала, ни одна хлопка в этом, не знаю, в поле ни одного хлопка не было, тронуто абсолютно, то есть экологи ликуют. Отлично. Давайте пойдем дальше, потому что мы с вами, как типичные женщины, застряли на шмотках. На тряпке, да, как обычно. Вот как можно увеличить количество покупок одним клиентом? Угу. Хороший вопрос. Что мы можем сделать? Тут, конечно, это только одна из частей, да, которая составляет вообще вот LTV, да, о чем мы говорили, то есть там есть и частота, например, покупок, да, но если мы говорим конкретно про одного клиента, которого мы хотим возвращать снова и снова, здесь в последнее время, ну, нельзя отрицать вот этот вот тренд на персонализацию, люди, которые принасыщены информацией, особенно рекламой, она есть везде, и в традиционных СМИ, нетрадиционных, особенно в интернете, конечно, они хотят особого отношения. Это безумно сложно с небольшим бюджетом, ситуация, когда клиентов много, соответственно, здесь приходит персонализация самых-самых даже простых вариантов, это когда тебе приходит письмо, там, Ваня с днем рождения, и ты такой, блин, откуда они узнали? Я, Ваня, у меня день рождения, это да, это было еще удивительно лет 7 назад, сейчас, конечно, это приобретает более страшные черты, когда ты совершаешь какую-то покупку, за тобой следят, да, люди пишут в Фейсбуке на полном серьезе посты, говорят, господи, я вчера сходила, сделала ногти, сегодня увидела рекламу конкурентов, откуда и не знали, что я делала вчера ногти. Самое страшное, когда вы с другом только что обсуждали там какую-то штуку, ты листаешь Инстаграм, и там появляется реклама этой штуки, хотя ты ее даже ни разу в поисковике не забивала, вот это всегда пугает. Ну, не зря Цюкерберг, он потел в Конгрессе, когда вопрос с прослушкой, да, мессенджера, даже не включен в неактивированном телефоне, она поднялась, он там очень нервничал, это наводит меня на мысль, что да, где-то там технологии уже немножко позволяют. То есть чрезмерная персонализация, она все-таки уже начинает отталкивать, да? Она пугает, но я еще, я не тот человек, который наигрался в это, я бы еще поиграли. Все-таки у нас этого не хватает, да, и этого бы хотелось. И тут, я думаю, что количество совершенных повторных покупок, вот для меня работала всегда простая связка, это персонализация и событийность. Любое событие, вашей компании 10 лет, пожалуйста, вот тебе что-нибудь там, не знаю, вот держи плюшку, приходи к нам, у нас там, я не знаю, еще один магазин открылся, приходи на открытие, угостим тебя, нальем тебе чего-нибудь там, не знаю, шампанского, приходи, все, нормально, у тебя день рождения, и мы тебе тоже что-нибудь подарим. Соответственно, вот эти события, опять же, здесь важно не свалиться вот в какой-то немножко колхоз, я даже не знаю, как это назвать, да, ситуация, когда люди злоупотребляют, когда это выливается вот этот вот в СММ непонятного рода с добрым утром, доброго вечера, вот сегодня день пирога, а вот завтра день, не знаю, еще чего-нибудь, и ты просто устаешь, да, то есть здесь, конечно, персонализация и события, это работает. Вот для большинства, особенно какие-нибудь простые бизнесы, розницы, это действительно сработает. Где-то ты не можешь повлиять на чистоту, да, у нас все немножко, как-то сказать, да, обусловлено гостем, так как у нас бизнес-отель, соответственно, большинство наших гостей, это бизнес-путешественники, ты не можешь его заставить ездить в командировку в Кирг чаще, чем он иногда хотел, поэтому здесь ничего не сделать, единственное, что ты можешь так действительно поработать с гостем, так показать ему, да, все наши преимущества и обеспечить ему спокойное место для отдыха, для работы в отеле, что он в следующий раз просто даже не будет думать, скажет своему секретарю или в своей компании, скажет, что в командировку я езжу только сюда, только в ForElements, и многие так и пишут, то есть им присылают заявку, и это интересно, это здорово на самом деле наблюдать за этим. То есть мы не увеличим таким образом чистоту, просто то, что это от нас не зависит, да, но мы обеспечиваем следующий заход именно к нам вновь. Расскажите, какие вообще примеры программ лояльности бывают и какие для какой сферы будут успешными? Очень интересный для меня вопрос, почему, потому что поменяла я работу и попала в сферу гостеприимства практически случайно, изначально, и ушла из первого места работы как раз, когда выбирали программу лояльности. Это был бой не на жизнь, а на смерть. Шла речь про участие в стороннем ресурсе, сторонняя программа не то, что лояльность, там была программа кэшбэковая, но она была достаточно, не буду произносить, чтобы их не рекламировать, потому что я так и не смирилась с тем переходом на ту систему. Ну, вообще как, самый простой это кэшбэк с чека, да, в первую очередь. Это была как раз подобная программа, только она была более разработана, то есть там были приложения, в которых уже ты мог практически проводить время, как в соцсети. Мне показалось, что это too much, это было дорого, и плюсом та ситуация, когда ты сливаешь свою базу клиентов, да, куда-то там на сторонний ресурс, еще и за это им платишь деньги, мне казалось, не очень честно, и такое себе. Сейчас мы прервемся на рекламу, через пару минут вернемся. 101 PR Вновь в эфире 101 PR, в гостях у меня Сотникова Анна, маркетолог отеля For Elements Kirov. И мы сейчас перед самым перерывом на рекламу говорили о программах лояльности, давайте продолжим. Да, про пример программы лояльности я рассказала немножко про свою драму, когда мне пришлось действительно расстаться с компанией, потому что не могла принять переход на программу лояльности, которая мне казалась, что нет работы этой, ну, такой себе. То есть, да, принцип был какой? Кэшбэк с чека, привязывать к одному месту и так далее, но тут всегда у меня двоякое ощущение. Почему? Потому что получить кэшбэк на карту, какую-нибудь очередную пластику магазина, чтобы я туда же вернулся. Для меня это не столько интересно, сколько интереснее получить скидку, пойти и сразу же потратить на бизнес-ланч, где-нибудь пообедать. Соответственно, ну, да, меня надо удивлять, удерживать чем-то другим. Тем, что человек, вот, привлекательно всегда то, что человек может здесь и сейчас попробовать. Я приведу пример на примере магазина «Спортмастер». Это моя просто боль, потому что я покупаю в «Спортмастере» стабильно где-то раз в полгода. И мне каждый говорят, каждый раз после покупки, а мы обычно покупаем много там на всю семью, и мне каждый говорят, о, у вас сейчас будет кэшбэк, ну, вот это накопительные бонусы, там, чуть ли не 5-6 тысяч рублей. Я так думаю, о, круто, в следующий раз пойду, скидка будет, огонь. Прихожу, а у вас уже все списали, вы, типа, давно не покупали. Ну, блин, ребят, вы просто сделайте мне тогда скидку хорошую. Это моя боль тоже. Сгораемость баллов. Я не знаю, что может быть хуже, чтобы пройти тебя от магазина, взять и сжечь все твои баллы. То есть, ну, это просто, я не знаю, это такой вар... Это хуже, чем сжечь книгу, мне кажется, просто. Это ужасно. Вот какая-то ограниченная... Я понимаю, почему они это делают. Они мотивируют меня, заставляют покупать чаще. Очень получается, да. Но у меня другой подход, я почитаю, купить много и сразу, да, чем там каждый месяц тратить время на то, чтобы припереться в этот магазин, притащить туда своих детей и мужа заставить прийти, да, и что-то купить. То есть, ну, блин, они вот таким образом хуже делают. Самое удивительное, да, что вот эта вот сгораемость баллов, народ, люди, клиенты, они пытаются бороться с этим своими способами. То есть спортмастер, он только от этого в данном случае, да, при всей любви, уважение теряет. Люди начинают создавать группы, множатся групп ВКонтакте, чтобы, ну, так вот, скажем... Меняются баллы. Купи сейчас, потому что вот люди не хотят тратить просто вот эти вот накопленные свои вот поинты, и они пытаются помочь хоть кому-то друг другу и так далее. Совершенно безвозмездно, к счастью, в честь их, да. Но почему просто не убрать эту сгораемость баллов, да, и просто отсечь всем возможные манипуляции. Когда я хожу, за меня заказывают другой, вот, и мне скидка, ему хорошо, кэшбэк не сгорел. Это чистое мучение, это какие-то дополнительные шаги. И если бы у спортмастера были более серьезные какие-то сильные конкуренты, может быть, там кто-то и воспользовался вот этой вот дыркой, да, в такой стратегии. Поэтому, да, я согласна с вами, что бонус должен быть здесь и сейчас. То есть если ты заехал, ты вместо кэшбэка, ну, дайте действительно бизнес-ланч. Человеку будет приятно. Если, например, я там, ну, грубо говоря, пришла в бьюти какую-то индустрию, да, мне там сделали полный фарш на голове, там, на ногтях, еще что-то. Подарите, вот я, чтобы здесь и сейчас смогла что-то чем-то воспользоваться. Подарите мне шампунь хороший. Женский хир чувствуется. То есть это такие простые элементарные вещи, которые для каждого клиента будут создавать приятные ощущения вот здесь и сейчас. Тем не менее кэшбэк с человека, он работает. То есть были небольшие такие вот компании, для которых я просто прописывала первичную маркетинг-стратегию и рекомендовала уже потом, потому что для них это потенциально могло подойти. Действительно, что было, у всех снизилось, если сравнить, да, кэшбэк с реальным процентом скидки, реальный процент скидки был 2-3 процента, по сравнению с тем, что раньше они бы дали 10-15. Это никого уже не привлечешь этой скидкой. Соответственно, такой кэшбэк, он хорош, но для кого? Это цветочный магазин, я знаю, что они все на какой-нибудь системе сидят. Это небольшие, например, розничные магазины. Общепит, если он не очень, да, такие, ну, кафе вот средние, это отлично просто даже, я бы сказала, что и фастфуд. Есть более сложная программа лояльности, много уровней, мы всем про них знаем, там вот золотой, серебряный, не знаю, там платиновые уровни. Это, соответственно, ну, более сложный бизнес. Это отели, опять же, какие-то там, не знаю, авиабилеты, авиакомпании, это тоже своего рода, ну, старая история. Что мне нравится, это тренд на ЭКО, он просто принес такой вот свежий Борис, я бы сказала, компании типа ЛАШ, они ввели абсолютно новый тип программы лояльности. Это программы лояльности некоммерческие. Они тебе ничего не принесут, они им ничего не принесут, по сути. Но это, блин, приятно, и ты чувствуешь себя причастным, и ты такой весь в тренде, и это просто супер, потому что это может еще так наложиться на твои убеждения. У них просто, ты приносишь пластиковые баночки из-под их же средств, которые ты купил, и отдаешь на переработку. Приятно, приятно, H&M, они принимают старые вещи, не только свои вообще любые, да, тебе за это дают скидку. Приятно, приятно, и это просто отлично ложится на повестку дня. Когда, где бы ты пошел, что там перерабатывать? Дай человеку возможность причаститься, быть сопричастным, вот к чему-то большому, все-таки это социология и маркетинг, больше про социологию, люди это любят. Вот это вот, это не кэшбэк, это уже просто новый уровень, к которому мы здесь пока, видимо, не пришли, но я очень надеюсь, что придем, потому что это на самом деле интересно. Плюс, ну, есть, конечно, и платная программа лояльности, вкратце просто про них расскажу, потому что это удивительно, как кто-то может платить за то, чтобы вот где-то, да, участвовать, но тем не менее такое есть. Amazon Prime, например, так делать или что-то еще. Но здесь, конечно, услуга, товар, это должно быть что-то исключительное, что-то VIP, какие-то особые привилегии и так далее. Мне вообще, вот все поклонники Черного Зеркала сейчас, наверное, вжались в стулья. Очень нравится то, что происходит в Шанхае. У них есть такая система Smart Club. Ты ходишь в Макдональдс, ездишь на автобусе, что угодно. Ты зарабатываешь поинты. Ни для кого не секрет. Вот это азиатская гиковость, она просто классная. Вот меня это и пугает, и забавляет, и восхищает. У них там все, да. Это просто супер. Ты просто копишь поинт, и потом ими расплачиваешься, получаешь цифровые камеры, путешествия, туры какие-то, проживания в отелях. Это, конечно, вот это просто бомба. Потому что гиммификация, когда она встречается с программой лояльности или с программой мотивации сотрудников, это то, что работает. Это то, что будет работать в ближайшие годы-три наверняка, до того, как что-то еще появится. Но, к сожалению, здесь у нас примеров прям таких вот я не вспомню. Да. Давайте проговорим про аудиторию. Это, наверное, уже больше будет подчасно конкретно для маркетологов-предпринимателей. Насколько зависит откликаемость аудитории в зависимости от их возраста полусоциального статуса? Кого дороже привлечь, а какая аудитория, извините, уже более дешевая для привлечения? Здесь, да, это вопрос выбора ниши однозначной. И здесь есть большая хорошая новость. Я, как фанат диджитализации, в принципе, могу сказать, что границы стерты. Сидят в соцсетях, сидят и гуглят одни и те же вещи. Разные люди совершенно. Семилетки. Семилетки, домохозяйка и семилетка, которые ищут там моды Майнкрафт, Ютьюб, да, без регистрации СМС. Это может быть совершенно крутой топ-менеджер. И он там же точно сидит, обретается. Может даже в одноклассниках сидеть. Да, он может набирать себе одним пальчиком, что-нибудь там скачать, что-нибудь. Все абсолютно стерто. И это круто, потому что, на самом деле, дальше все зависит от тебя, от твоего бюджета. Потому что здесь даже... Ну, от твоего бюджета так тихонечко... Я не могу. У меня просто руки тянутся к бюджету, когда я его вижу. Это как бы просто... Это просто уже профессионально, наверное. Руки тянутся к кошельку. Тут просто встретила женщина и маркетолог. Это очень такая опасная смесь, наверное. Но на самом деле, да, digital стер границы. Это очень хорошо, потому что аудитория проще. Естественно, в интернете откликаются, вот где я не проводила какие-то эксперименты. Это всегда были женщины 60 на 40, вот как-то так. Что и логично. Женщины принимают решения о покупках, о заказе услуг, что очень радуют и что правильно, да. Ну, вообще, по клиенту, да, по портрету клиента, вот этот все портрет гостей, все это очень любят про это говорить. Здесь у меня, конечно, немножко другое мнение, другой подход. Я с теми, кто против вот этой вот сегрегации. Мой клиент, это от 35 до 45. Всем, конечно, нужны вот эти вот целевая аудитория с высоким доходом. Среднего возраста с высоким доходом. Да, средний возраст. Вот эта активно-покупательская, там, вот эта высокая способность. Это все дальше слов не идет, как правило. То есть даже если бы ты знал, как это применить, да, ну, не все можно действительно. Ну, какая польза от того, что ты вот такие рамки обозначил за этой вот аудиторией, которая вот терпеть не могу это выражение, просто высокая покупательность. Нет. За ней охотится куча других людей. Особенно если речь идет в интернете, там, агрегаторы, крупные сайты какие-то, да, крупные конкуренты, которые тратят огромные деньги на контекст. Тот же и ты в поисковике, но просто выше второй страницы никогда никуда там не пробьешься. Соответственно, здесь вопрос даже был бы у меня нет такой. Кто лучше откликается, сколько лет, какой пол, да, этому клиенту. Но где ты собираешься с ним коммуницировать? У всех людей есть любимый канал, через который вот они, они хотят за его пределы выходить. Очень показательный опыт, когда я отслеживала трафик на разные совершенно сайты. Это была и недвижимость, и одежда, это и отель, да, также точно ресторан. Люди не любят выходить за пределы одной соцсети, это всем известно. Если я сижу в Инстаграм, зачем мне уходить куда-то на сайт, что-то еще? Господи, это просто дает человеку возможность забронировать стол здесь же в Инстаграме. Нет, сделайте все максимально просто, чтобы человек совершил покупку, замкнутый вот этот цикл сделки, пусть он пройдет в Инстаграме, если ему нравится Инстаграм. Пусть он будет в Одноклассниках, если хочется Одноклассники, да, ВКонтакте все еще прекрасно работает и продает, в зависимости, конечно, от продукта, услуги. Вот эти вещи, они, конечно, более, наверное, важны. Почему? Потому что я верю в такую систему. Человек-услуга, человеку нужна услуга, неважно, сколько ему лет, какой у него был, там, не знаю, бэкграунт, образование и так далее, это вообще не имеет значения. Максимум, что имеет значение, это интересы человека. И это сейчас прекрасно обыгрывается, это очень легко использовать, тебе даже особо не нужно напрягаться. Трагерная реклама, что ВКонтакте, что Фейсбук, Инстаграм, они предлагают тебе автоподбор аудитории, который, по моему опыту, я этим балуюсь уже несколько месяцев, он прекрасно отрабатывает. Я не знаю, какой там алгоритм, какие интересы, да, он подбирает, по каким конкретно он, да, ориентируется тем же, что и я, когда анализирую трафик на сайт или нет. Но, блин, это работает, это высокий отклик. Так, представлю вновь Сотникова Анна, маркетолог отеля 4Elements Киров. Ну что, Анна, давайте мы тогда продолжим то, что не входит в эфир. Как разрабатывается программа лояльности? Вот давайте об этом плотненько сейчас поговорим. Что делается, как это делается, и кто в компании задействован в этом процессе? Да, тут изначально нужно отдавать себе отчет так же, как компания принимает решение, собственник принимает решение, нужен мне маркетолог или нет, потяну или нет, смогу какой-то выделить бюджет или нет, да, на его работу. Так же и тут, надо понимать, нужна ли тебе своя собственная программа лояльности. Да, возможно, это даже программа лояльности, которую ты разрабатываешь с привлечением кого-то со стороны, да, консалтинговое агентство, которое этим занимается, и, в принципе, это правильная связка. Опять же, не всем это нужно. Я упоминала, да, в самом начале передачи про свой опыт, когда несколько небольших магазинов с высоким, средним, хорошим, средним человеком и так далее. Тем не менее, решили уйти от старой системы. Там была система, простая сама, дисконтных карт. Решили уйти на кэшбэк, и там как раз перешли на ресурс сторонний. То есть такой тоже вариант есть. Это более дешевый вариант, и он, в принципе, может даже обеспечить тебе какой-то еще партнерский трафик, если ты там не один стоишь, да, на этом ресурсе. То есть там это было очень удобно, и действительно эффект был. То есть сейчас я общаюсь с бывшими коллегами, мне говорят, эффект был. Здесь, конечно, очень интересен тот момент. Все зависит от того, как в компании выстроены отношения, насколько, да, людей вовлекают. Это очень важно. Почему? Потому что про наш пример расскажу. У нас в сети отелей, в Альминс Хотелс, у нас есть очень интересная программа лояльности, которая в прошлом году была представлена на Hotel Business Forum. Там как раз наш операционный директор представлял вообще вот этот вот продукт, как кейс, и он выиграл, он стал лучшим гостиничным продуктом прошлого года по России. Почему? Он был гениально прост, как говорится, все гениально просто. Чем разрабатывать свою систему лояльности, программу лояльности? Не лучше ли дать человеку более широкий выбор, да, упростить? То есть тут момент такой, нестандартное решение, и упростить ему взаимодействие, да, вступление в эту программу лояльности. У нас все просто. Любая дисконтная карта, бонусная карта какой-то гостиничной сети, да, или нескольких авиакомпаний, например, также РЖД-бонус, мы с ними тоже сотрудничаем, ты ее предъявляешь, и, соответственно, твоему статусу получаешь те же бонусы у нас в отеле. Максимально просто. Тебе не надо с собой таскачивать кучу карт и так далее. Неудивительно, что, да, с этим трендом на упрощаемость, это действительно было оценено по достоинству не только гостями, но и коллегами, что очень было приятно на самом деле. Как разрабатывалась эта идея? Я добавлю просто вот к этой программе лояльности, это на самом деле очень удобно. То есть таким образом ведь может работать не только гостиничный бизнес, любая абсолютно отрасль. Если я являюсь премиум клиентом в какой-либо крупной компании, да, там, предположим, федеральной, можно я предъявлю вам и докажу свой статус, предъявив вот эту карточку, там, например, там, РЖД, там, я не знаю, у РЖД, наверное, нет, аэрофлота, там, или еще чего-то. Я предъявлю вам свою карточку, я подтвержу свой статус, дайте мне клевые бонусы. Да? А зачем? Зачем человека заставлять проходить каждый раз через одно и то же, если он, в принципе, уже доказал то, что он лояльный клиент, активный потребитель, как раз наша сфера, да, наша ниша. Я знаю, что очень любят, господи, какие-то, вот, косметику продают вот эти вот ритейлеры крупные, не буду упоминать, кто, они любят менять карты друг к другу. Ты приходишь с картой к конкуренту, тебе дают вместо этого, там, свою карту. Зачем менять, господи, просто дай человеку ту скидку, ты все равно ему дашь, она все равно заложена. Если ты знаешь, что он, да, тебе принесет деньги, надо упростить ему этот путь, я считаю. Почему нет? И идея была гениальна и простая, ее как раз представил, вообще очень долго вынашел Джартана Бори, это наш исполнительный директор нашей отельной сети. Джартана Бори высказала, что это отличная идея, она может сработать. Дальше было дело за малым. Там действительно путем брейнштормов и прочего-прочего очень активно сотрудничали как с нашей управляющей компанией, так и с самих отелей, вплоть до того, что любой продажник мог прийти, да, и сказать, что он думает. Это отлично, потому что ни один собственник и маркетолог должны сесть и родить что-то гениальное. Спроси продавца, который разговаривает с клиентом каждый день. Конечно, то есть он тебе скажет, что клиент хочет, клиент каждый раз говорит. Был у меня случай, компания, с которой я работала, хотела переходить на систему лояльности тоже со стороны, а тем не менее, когда мы спрашивали консультантов, продавцов, как там, что с клиентом, клиенты сказали, ну вообще фиолетово, вот эта скидка 10-15% ничего не даст, улучши сервис, улучши сервис. Просто привези мне это на дом, привези на дом или привези с примеркой. Почему нет? И это было удивительно. А если бы мы не спросили, мы бы старались, что-то там вкладывали, деньги большие, зачем просто? У меня тоже иногда, я не скупердяй, да, сама по себе, то есть мне не жалко там что-то докупить, если это нужно купить, потому что я понимаю, что люди работают. Ну блин, когда в каких-то крупных магазинах, где я совершаю довольно дорогостоящую покупку, там дороже тысячи, двух, трех, и мне говорят, пакет надо? Я говорю, давайте, три рубля. Ну блин, ну какие три рубля? Ну я вас умоляю. Я всегда говорю, я не могу себе это позволить. И вот я уже кошелек сложила, все, и нет, мне надо сидеть, рыться, искать эти три рубля. Я говорю, ладно, давайте в руках унесу. Мне не жалко три рубля. Ну дайте, упакуйте мне товар в пакет бесплатный. Я до сих пор помню, с ностальгией был у нас такой магазин «Континент», где не просто тебе давали пакет сколько угодно, да, упаковали. Там стояла девушка, женщина, которая еще все аккуратно слушала, потому что я так не могу, красиво, компактно. И это было потрясающе. До сих пор мои знакомые вспоминают, насколько это, да, врезалось в память. «Континент», да, я помню. Если бы он не закрылся, я уверена, что он до сих пор бы вполне себе здравствовал, и туда люди бы ходили благодарно. То есть, ну вот здесь, как говорится, потеряешь, там, сэкономишь рубль, потеряешь два. Вот это та ситуация. Потому что люди думают, что самый простой вариант – дать скидку, и все побегут на это, как на брошенную кость. Но это уже давно не работает. Люди действительно, они хотят персонализированное предложение, какого-то сервиса они хотят, да. А почему нет? То есть, когда мы говорим про возвращение клиентов, да, посчитай. Может быть, этих клиентов и не нужно возвращать. Бывают токсик клиенты. Совершенно нормальная история, когда человек мотает нервы, ходит, да, возвраты постоянно, например, совершает, если это розница, обувь, одежда. И он мотает нервы продавцу, и ты посчитай, в итоге ты теряешь. В Казани у меня была такая история, у нас была клиентка в интернет-магазине, которая совершала покупки, но каждая покупка совершалась за счет предыдущей, которую она вернула. И пока мы не сели, не посчитали, сколько мы потеряли, а если еще чуть-чуть, что-то она возвращала. И, ну, это… Некоторые вещи, они были подогнаны под размер, материали, ужасные деньги. И зачем нам хранить и цепляться за человека? То есть пусть он идет своим путем, вы идете своим путем. Совершенно нормально, это рынок, все свободны. Хорошо, а какие методы распространения, раз уж мы начали об этом говорить, информации о программе лояльности будут действительно эффективны? Да, здесь, на самом деле, очень хороший вопрос поднимается. Почему? Потому что сделать себе программу лояльности, потратить на это деньги – это одно дело. Нужны деньги на то, чтобы о ней рассказать правильно, как мы говорим, прокричать, да, в народ. И про это некоторые забывают. Само собой ничего не заработает, само собой. Это просто, ну, в сказках, наверное, только бывает. Упоминала я омниканальность. Это такая вот реальность, что люди, они используют один, максимум два канала каких-то вот связей с внешним миром. И это действительно в основном digital. И тут надо просто понимать, оценить свои способности, я бы как сделала. У меня всегда первым делом идет тест. То есть я очень люблю тестировать каналы. Пусть это будет максимум, захватываем максимум всего, что можно, да, кто-то может поэксперимизировать и с печаткой, и так далее. Я вообще за даже распространение листовок по почтовым ящикам, допустим, никто не бьет за это. Ну, и с точки по почтовым ящикам, я вот просто этот момент тоже отмечу, он эффективен, когда это очень местечковый какой-то бизнес. То есть ты открыл в этом доме аптеку. Расскажи этому дому, что у тебя в этой конкретной аптеке есть акция. Реальная история. Мужчина открыл, мой знакомый, орехи, специи, сухофрукты, вот эту всю штуку он продавал. Ему очень было классно, но не было клиентов достаточного количества. И он ко мне пришел и думал, что я им дам очень умный совет, наверное, но я оказалась совершенно такой надежной. Я дала глупый совет. Я говорю, просто разложи листовки, потому что люди не знают, что они в доме. Открылись. И люди, да, домов поблизости, они не знают, что ты тут сидишь, что до тебя можно дойти. Они пойдут в соседний глобус, они пойдут в сетевую вот эту орехи, специи. Он в итоге раздал, и более того, мы сделали ставку на бабушек. Он приобрел себе такую армию с бабушек, я скажу, которая привела еще за собой. Каждая бабушка по двери. Надо же компотики-то из чего-то варить. У них сейчас там целый клуб, я бы сказала. Они все знают прекрасно и продавца, и собственника. Они ходят только к нему. Более того, так как была такая возможность, я говорю, просто давай печатай брошюры про что там хорошо при холестерине, какие специи можно, какие нельзя. Это было так, не знаю, прям до исторических времен, мамонты. Вот маркетинг где-то вот того, наверное, времени, но, блин, это сработало, и все до сих пор работает, то есть вот первый задел. Поэтому да, здесь правильно прокричать можно по-разному абсолютно. Главное, тест не затягивать и в какой-то момент сказать стоп. Ну, естественно, многие люди, и у меня такие были ошибки, иногда действительно так получается из-за нехватки времени, они начинают дублировать информацию. Здесь надо понять, что ее нельзя дублировать, ее надо как-то дополнять. То есть ты не можешь написать то же самое в Инстаграм, в Фейсбук, в Вконтакте, и в одноклассники думать, что это по-единаковому, да, сработает. То есть одноклассники известны социальной направленностью, да, вот аудитория хочет чего-то социальщину, да, им немножко этого. Инстаграм, картинка хорошая там, да, эмоция такая добрая, какая-нибудь классная. Да, ценности какие-то, принадлежности к какой-то группе, да. Хорошо, а вот тоже из этого исходит программы лояльности. Это все-таки должен быть какой-то бонус для избранных, да, вот хотелось бы подытожить. Или это должно быть вообще доступно для каждого? Ну, тут зависит, конечно, от выбранной вами стратегии, но хочу задать один вопрос. И ниша, да, но хочу задать один вопрос. Цель программы лояльности заставить клиента, гостя стараться, чтобы он достиг вот какого-то в ней уровня, или просто смог войти, стать членом вот этого, да, программы. Но как он будет стараться, если он не знает про то, что у вас есть программа лояльности? Это для меня просто загадка. Тем не менее, я уверена, что кто-то так до сих пор и делает. За исключением очень узкого круга бизнесов, где действительно, как я упоминала, да, платное членство, люди готовы платить, чтобы вот состоять в этом вот... Недавно узнала об одном клубе в Москве. Это салон красоты. Для того, чтобы стать клиентом которого, нужно вступить в клуб. Продать душу елу. Внести туда 50 тысяч рублей. И мало того, ты не можешь сойти со стороны. Тебя должен либо кто-то порекомендовать, либо ты должен доказать, что ты платежеспособный клиент. Отличное решение. И на самом деле есть такое, даже в Казани, куда уж далеко ходить не надо. Надо в Казани есть такие места тоже, да, действительно. И бассейны, и спа-салоны, и так далее. Куда могут попасть только люди определенного вклада. То есть там ты личные рекомендации, это действительно ты покупаешь билет, и люди действительно там женщины-искательницы, мужей обеспеченных, они берут кредиты, чтобы купить абонемент туда. Потому что абонемент стоит там от 150 тысяч, и позволить себе не все могут. И вот они рисковые, азартные. Вот они ставят на этот сон. То есть вот такие, наверное, штуки, они все-таки не общедоступны. Это не общедоступно, это есть. Но опять тут надо понимать, что ты должен соответствовать и вкладываться в это во все. У нас проблема многих бизнесов. Они продают, люди продают очень дорогой товар, они оказывают услуги дорогие, но при этом они не могут сделать это красиво. Вот хотелось бы видеть больше красивого подхода, чтобы ты пришел в магазин, тебе налили не растворимый кофе, да, сварили, причем никакой попал, а хороший. Ну это так дорого разве, это что прям ужасно. Вот люди начинают подсчитывать, вот сколько капсул я потрачу. Это все, вот на этом моменте все. Просто даже пытаться не надо. Это уже некрасиво. Ты уже не луксери вот это вот все как там. Да, лухари. Или когда заходишь в меховой какой-то салон премиальный, дорогой, а там ободранный диван стоит. Да. Грусть, тоска и как бы все понятно. Зачем просто стараться? То есть вот эта вот проблема, и я ее действительно наблюдаю чаще в провинциальных городах, когда люди пытаются, они хотят, и они думают, хорошо, сейчас я скажу, что мой клиент это вот этот средний возраст, тот самый, да, доход высокий, высокий, средний, выше. До них не дотягивают. Но да, не дотягивают. А вот кто дотягивает, действительно, те, кто просек фишку социологии, опять же, поведения. Да, я хочу принадлежать к клубу, где я не встречу случайных людей, плебс вот этот весь, да, где я спокойно проведу время, на меня никто не будет пялиться, тут не будет охотник за богатыми мужиками, я просто пойду там, не знаю, потренируюсь, я пойду поплаваю и так далее. И это, конечно, здорово. Это здорово в больших городах как раз, где есть вот эта вот прослойка, да, которая готова платить за именно вот такие условия. Конечно, в небольших городах тут немножко по-другому. Тут мы все проще, мы все как-то вот эти социальные лифты работают, и мы все немножко перемешаны, и все общаемся со всеми. Расскажите, Анна, приведите примеры заведомо неудачных, вот неэффективных программ лояльности. Мы немножко об этом говорили, но хотелось бы тоже как бы какое-то более большое количество примеров привести. Вот что прям вообще фейл? Вот прям очень-очень плохо. Вот это очень часто встречается, и я как потребитель это вижу. Помимо скидок 10% и сгораемых баллов, о которых у меня просто сердце кровью обливается каждый раз, как про них думаю, очень любят почему-то устраивать вот этот вот целый квест. Я не знаю, просто дай человеку спокойно вступить в твою программу лояльности. Есть ли это, конечно, не вот эти вот 2,5%, о которых мы только что говорили. А там найти это рок-единорога, вот это вот все, да? Да, то есть ты должен пройти там каких-то 5 ступеней. Я могу понять, когда это сложный бизнес, высокий чек, и там действительно ты понимаешь, что есть за что стараться. Люди стараются там стать какими-то платиновыми, золотыми, я не знаю, там, участниками программы, чтобы сидеть в VIP-зоне в аэропорту. Это нормально, это совершенно нормально, потому что оно того стоит. И тем не менее не всегда так сложно туда попасть. То есть я знаю, что у них есть какие-то партнерские отношения с банковскими картами, там ты можешь как-то... Это все можно. Это достаточно доступно. Да, но когда какой-то простой, я не знаю, магазин одежды, неодежды, как эта кофейня начинает устраивать целые квесты, и мне надо вот это все проходить, или я терпеть это не могу. Я подозреваю, что это, наверное, работает, раз это постоянно повторяют. Это вот магнитовские и прочих там, кто еще, перекресток это делает. Накопи наклейки, получишь нож. Накопи. Ну вы знаете... Да ни разу я не накопила, господи. У меня нож каким-то образом копит. У него, оказывается, вот это магнитовское, есть приложение. Я что еще раз принесу. Вот, мы тут просто вчера как раз взяли у них бокалы, затестили вчера, все прекрасно. Я первый раз в жизни встретила кого-то, кто что-то получил. Настолько это долго. А вы знаете, я вам расскажу, вот за магнитовские наклейки, за которые потом дарят игрушки или какие-то игры, детские штуки, там бой не происходит. Это реально так и есть. То есть вот все, что касается детей, вот любая мотивация, которая касается плюшек для детей, это просто вау. Это просто бой не будет за это. Это факт. Детей, у меня сестры 25, я помню, как она бегала, потому что в магнит-косметике какие-то были там наборы каких-то, я уже не знаю, уродцев, вот их надо было всех собрать. И она вполне себе ходила, люди на Авито выкупали. Они искали, да. Это такое, да. Для меня это непонятно, как люди делают, тем не менее, для меня это тоже очень сложный квест. Но это, конечно, по сравнению с чем-то еще, что устраивается, это еще хуже. Второй ужасный фейл, это просто преступление, когда в 21 веке, время кто-то заставляет тебя носить с собой дисконтную карту, особенно в пластиковом виде, потому что у них что-то не считывается. У меня было такое, я пришла в свой любимый магазин, это корейская косметика, говорю, можно я возьму? Ваши карты не считаются. А я только что скачала какую-то крутую приложуху, куда я все карты свои занесла в электронном виде, чтобы не носить с собой вот эту мошну с ними. Ну да, это полсумки занимает. И что я теперь, как бы я должна идти домой, или как это? Это настолько нехорошо, это был первый и последний, правда, косяк с их стороны, но это было очень обидно. Очень тоже плохо я отношусь к тому, когда компания заставляет скачивать приложение. Да, там, предположим, у меня телефон тащит, может иметь много предложений, там как бы места достаточно, но есть люди, у которых там, знаете, в телефоне мало памяти, там 32 гигабайта, там еще что-то. А владелец андроида. Да, то есть, и как бы все, то есть еще одно приложение, это значит, что там 500 фотографий нужно удалить. А если каждого приложения устанавливать? Ну, это нереально. Это просто, я понимаю, почему они это делают, они вложили, заплатили 300 тысяч за разработку приложения, которым пользуются 200 человек, это обидно. Но заставлять что-то скачивать, это настолько, ну, как бы неправильно. Я просто вообще, в принципе, плохо отношусь к любому физическому проявлению, пусть это приложение или дисконтная карта, вот этих вот вещей, которые сопутствуют программе лояльности. Сделай это максимально просто. Я прихожу по номеру телефона, могу вообще без напряга, не вспоминая ни промокоды какие-то, ни свой номер карты, ничего, не нося ее с собой тем более. Это же увеличивает риск, как раз хороший риск для нас, каких-то спонтанных покупок. Я шла мимо, зашла, купила. Я не думаю, что я, блин, не взяла свою карту, потому что она лежит у меня в коробке с другими 200-ми, 200-ми, да, вот этими карт. А на самом деле, очень мне нравится также то, что делают у нас баззл. У них очень хорошая такая фигня на сайте. Я не регистрировалась ни разу, я не помню, как это получилось, но я каждый раз сейчас захожу, и у меня все. Они меня узнают, они хранят мою историю заказов, я вижу, где мой заказ едет. Это просто потрясающе. Я ничего не ввожу. Я всегда забываю пароли, и я знаю, что у меня есть такие знакомые, которые забывают пароли, да, и это отлично то, что они делают. Зачем усложнять человеку жизнь? Плюс многие любят вот эти вот квесты в несколько кликов, да, сделай это в один клик, если это где-то на сайте, да, что-то еще. Вступить в программу лейтинга, все, никаких там ни сканов документов. Опять же, если мы не говорим о какой-то там высокой стоимости, да, действительно, продукта или услуги. То есть у нас, чтобы вступить в программу лейтинга, естественно, ты можешь это сделать через сайт в отеле, но ты должен отсканировать ту карту, которая у тебя есть. Ну, ты тут получаешь взамен достаточно, что стоит постараться. Да, вот это меня бесит. Но что хуже всего, кроме сгораемых баллов, которые все-таки у меня лидируют, это ограничения всякие, особенно мелким шрифтом, когда там начинается, что да, ты участник, но вот это вот тебе там не светит. Не делай вот это. Это просто обидно. Очень обидно. Отлично. В студии у меня была Анна Сотникова, маркетолог отеля Фольминскеров. Анна, спасибо большое за такой интересный, длительный разговор. Длительный. Мы очень много успели всего обсудить. Спасибо, что ты пришла. Всем до свидания и хорошего дня. Спасибо.